В США приняли стратегию максимального давления и взаимодействия с Северной Кореей. Такое решение, по данным ряда чиновников, администрация Дональда Трампа приняла спустя несколько месяцев обсуждений. Президент США высказал ряд идей о том, как добиться отказа КНДР от ядерной программы, включая военные варианты и свержение руководства страны. Новая стратегия будет реализована на фоне склада напряженности на корейском полуострове. Главный акцент в политике Вашингтона в отношении Пхеньяна будет сделан на Китай, главного торгового партнера КНДР. При этом цель взаимодействия Северной Кореи – отказ от ядерного оружия. При этом удар по территории КНДР может быть нанесен в случае, если ядерное оружие будет направлено на Южную Корею, Японию или США. За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, четверо ранены. На Луганском направлении противник открывал огонь шесть раз, в половине случаев использовал запрещенные вооружения. На Донецком участке было 17 эпизодов нарушения режима прекращения огня. В шести применяли минометы. На Мариупольском направлении боевики 22 раза обстреляли позиции украинских войск. Трижды использовали тяжелые вооружения. Геологи бурят горы в Амане, чтобы сократить объемы парниковых газа в атмосфере. Геохимик Питер Келлимен верит, именно эти горы могут избавить человечество от избытка СО2 в атмосфере. Он и еще более 40 ученых из разных стран принимают участие в правительственном проекте бурения. Задача программы – изъять парниковые газы из атмосферы, используя для этого природный процесс карбонизации. «Эти горы вобрали в себя миллиарды тонн углекислого газа. Эта гора на востоке полностью состоит из карбоната магния и кварца. В этой горе миллиарды тонн СО2». Процесс вбирания очень медленный. В горах Хаджар на огромных участках нет земной коры. На поверхность выступает мантия. В ней содержится передатит – порода, которая взаимодействует с водой и воздухом и захватывает молекулы углекислого газа. В результате рождаются карбонат кальция и известняк. Ученые должны изучить процессы природной карбонизации, а потом их ускорить. Первым делом исследователи изучают слои мантии. Для этого проделывают скважины и будто трубочка для напитков достают фрагменты почвы. Бурят на 400 метров вглубь. В мире работает около 15 подобных проектов, которые сокращают объемы СО2 в атмосфере, создают фильтры или делают из углекислого газа топливо. А эта команда хочет, чтобы избавиться от углекислого газа им помогла сама природа. После начала промышленной революции СО2 в воздухе стало почти в два раза больше. По мнению ученых, если так пойдет и дальше, уже к 2100 году средняя температура на планете повысится на 6 градусов. Китайские туристы в прошлом году оказались лидерами потратов на поездки. По данным Всемирной туристической организации, на путешествия за рубеж жители КНР потратили 261 миллиард долларов. На втором месте граждане США. Их затраты возросли до 122 миллиардов долларов. Замыкают тройку лидеров немцы – 81 миллиард. На четвертом и пятом местах, согласно исследованию, расположились Великобритания и Франция. Граждане этих стран потратили в прошлом году на туристические поездки в другие страны 64,41 миллиард долларов соответственно.